Ребята, всем привет, всем привет, друзья, кого пригласил на стрим. Давайте перейдем, наверное, к космосу, поищем там технологии, на мой взгляд, их там чуть больше, пока что. Возможно, Аптос и переиграет всех и решит трилемму блокчейна, как вот ребята сказали, хотя Виталик Бутерин в голос говорит, что пока таких блокчейнов нет, но, кстати, появляются модульные блокчейны, мы чуть позже и о них чуть-чуть мельком постараемся поговорить, они немножко с другой логикой, тоже интересны. Но сейчас наверное, если отбросить Аптос, следующий на слуху это космос. О космосе говорят много, о космосе говорят заслуженно. Мое личное мнение, что космос напоминает чем-то BNB, это такая, знаете, отголоски 2018-х годов, когда BNB, Pearl крепко, даже несмотря на медвежку, у BNB было все хорошо, он перформил даже тогда. Вот примерно сейчас также крепко, уверенно стоит Атом, он от лоев не так уж, ну, конечно, вместе с рынком снизился, но гораздо меньше, чем ряд других альткоинов. И вот в свете этого хотелось бы разобраться, что такого там билдит, что их отличает от главного конкурента LR0, это Палькодота, да? Какие есть перспективы или космос уже выжил из себя все, что можно, а дальше будет аутсайдером в том же сравнении в гонке с Палькодотом? Какие у него есть слабые стороны? Потому что много говорят о сильных сторонах, а есть ли слабые? И вот на эту тему я хотел бы дать слово Виктору. Сразу извиняюсь, что я поставил тебя в положение такое, что тебе нужно топить за космос, хотя я знаю, что ты в целом очень хорошо отзываешься о Палькодоте. Ну, если что, мы совместными усилиями попытаемся разложить космос. Да, спасибо большое за то, что пригласил. Так, ну и по поводу космоса. Ну что космос? Они будут выпускать, да, свою дорожную карту Atom 2.0 и, наконец-то, у токена, да, Atom у него будет гораздо уже больше применений. Потому что изначально основная проблема была Atom и вообще всей экосистемы в целом, то, что строится огромное количество чейнов, которые независимы, которые могут тоже принимать на себя роль хабов. И непосредственно к космосу и к токену Atom они никак не относились. То же самое. Binance Chain запустился. Да, они использовали Cosmos SDK, да, круто, но как бы по сути Atom там ни при чем, да, просто использовали технологии. Потом запустились какие-то другие чейны и так далее. А сейчас с запуском новой дорожной карты, они хотят как раз-таки привлечь все большее вот ценности непосредственно обратно к космос хабу, да, и к токену Atom. И основные какие у них параметры, основные нововведения, это, конечно же, у них будет вот это Interchain Security, что фактически напоминает то, что изначально делал Polkadot в своем дизайне. И здесь как бы есть и плюсы, потому что Atom как раз-таки будет использовать новую модель и, соответственно, это все будет привлекать больше людей, инвестировать в сам токен. И те люди, которые будут стейкать токена Atom, они смогут получать прибыль не только в токенах Atom, но и также в токенах других, как они называют, это Consumer Chain, то есть чейны, которые будут потреблять безопасность, защиту непосредственно от хаба. И они тоже смогут получать фактически там какие-то проценты от тех проектов. И это очень круто с точки зрения user-friendly, то есть тебе не нужно, грубо говоря, там выискивать, если брать параллель с Polkadot какие-то парачейны, смотреть их токеномику, думать, а стоит ли их за них кидать свои токены Dot и ждать потом два года, как это окупится и так далее. Здесь все гораздо проще, ты просто стейкаешь токены Atom. И если этот набор валидаторов, да, который ты выбрал, которым ты делегировал свои токены, они защищают параллельно еще какие-то другие чейны, соответственно, они будут получать награды от этих чейнов в тех нативных токенах, и ты как просто холдер и стейкер Atom будешь получать дополнительно токены других чейнов. Это, конечно, очень круто. Это как бы первый аспект того. Но вот есть еще, конечно же, минус этого всего. Минусы заключаются в том, что, ну, сам дизайн нельзя построить. Нормально, максимально хороший дизайн Interchain Security. И вот уже поверх уже существующей модели. То есть они попытались, да, каким-то образом инновацию внедрить, но здесь проблема именно и с валидаторами. Каким образом валидаторы будут решать, какой из консюмер-чейнов будет присоединяться, какой они будут валидировать, кто это вообще будет решать. Ну, то есть здесь очень много таких непонятных для меня вещей. А самое главное, что, например, если мы будем брать Polkadot, он изначально был построен таким образом, да, что в самом core-дизайне как раз-таки была вот эта shared security, общая безопасность. А в космосе тут получается такая вещь, что если на определенных сет валидаторов он будет выбирать какие-то консюмер-чейны, какие-то чейны, которые захотят получить защиту от Cosmos Hub, то им нужно параллельно будет запускать ноды этих проектов. Если речь идет об одном-двух проектов, то это не проблема. Ты плюс запустил там еще две-три ноды. А если речь идет, например, о сотне каких-то блокчейнов и Cosmos Hub захочет их всех защищать, то фактически валидаторам нужно иметь там около сотни этих нод отдельных. И тут уже проблема заключается в том, каким образом это все обновляется. Потому что любое обновление потенциально может иметь какой-то вредоносный код. То есть нужно это все проверять. Идет ли это конкретно от команды или еще что-то. То есть для меня это вот такая непонятная вещь. И не знаю, каким образом это все будет реализовано. Это что касается Interchain Security. Но в дальнейшем они еще хотят пойти дальше, хотят внедрить что-то, что они называют mesh security, когда защита, она уже смешанная. Почему? Потому что все четко понимают, что Cosmos Hub, он не будет единственным хабом, который будет защищать, например, другие консюмер-чейны. Например, тот же самый Asmosis. У него достаточно большой набор валидаторов, достаточно большая капитализация. И он тоже может выступать в виде хаба, который будет защищать другие, например, какие-то чейны. То же самое можем взять, например, с Binance Chain. В любом случае они, я думаю, будут возьмутся за гонку, да, кто больше привлечет проектов под свою защиту. И они вот придумали mesh security, когда вот эти вот хабы, они непосредственно смогут взаимодействовать своими наборами валидаторов и как бы смешиваться друг с другом. Но это все еще пока слова, потому что фактически они еще не реализовали Interchain Security. Это как бы уже на шаг они вперед продумывают это все. Так, по поводу того, что у них там еще будет происходить. Ну, понятно, что у них экономика поменяется. Токеномика поменяется в лучшую сторону. Это уже, если мы говорим в долгосрочной перспективе, если мы говорим в краткосрочной перспективе, то поменяется в худшую сторону, потому что сама инфляция, она вроде увеличится там около в три раза. То есть первый год там в три раза больше будет у них инфляция у токена Atom, а потом уже постепенно после течения 36 месяцев инфляция опустится до уровня 1% годовых, что в принципе делает его, ну, не дефляционным токеном, но приближенный, да, будет Atom к дефляционному токен. Также у них, сейчас, секунду, я себе здесь записывал, у них еще одно из основных внедрений, которое будет в Atom, это Interchain Allocator. Получается, это что-то наподобие сокровищницы или там казны в экосистеме Polkadot, когда на уровне, да, блокчейна будет выделяться какая-то определенная сумма в Atom, которую смогут использовать для того, чтобы спонсировать дальнейшее развитие, потому что у Atom в принципе была там одна из основных проблем, то, что не было никакого там финансирования. Да, они собрали деньги, достаточно много собирали, но чтобы вот как-то такая была концепция какой-то внутренней сокровищницы, когда сам Chain, он как бы sustainable, так получается, когда он сам себя может поддерживать финансово, если, например, какой-то поток денег от внешних инвесторов прекратиться, то такой модели не было, и они хотят как раз-таки это внедрить. Также они еще работают над внедрением Liquid Saving, но здесь речь идет не о самом Atom и Космосе, это просто будут посторонние проекты, которые еще непонятно, кто там выбирает. Скорее всего, будет одним из главных претендентов на победу – это Lido, с которым достаточно тесно сотрудничают и Zaki, одним из таких ключевых разработчиков в экосистеме Космоса. Он тоже хорошо о них отзывается и, скорее всего, Lido будет предоставлять услуги Liquid Staking. Но это здесь тоже речь идет о нас, как о инвесторах. То есть мы будем стейкать свои токены, мы будем получать токены Atom в качестве наград, будем получать токены от других блокчейнов, которые подключатся, подключатся к хабу Космоса и будут получать безопасность. И, соответственно, еще нам при этом будут давать уитвидные токены, которые будут представлять собой непосредственно производную, да, дериватив. Возможно, в эту производную сразу же смогут включить проценты от тех токенов, которые будут дополнительно получать те, кто стейклит Atom. Ну и здесь еще вот Interchain Scheduler, но я его особо не изучал. Я так понимаю, что он связан с тем, что, ну, вот блок-спейс, чтобы какой-то был определенный график, каким образом, какая информация попадает в блоки, чтобы не было как раз-таки вот это minor extract go valid, какая проблема сейчас в эфире, когда фактически валидаторы, да, они могут сговориться с крупными игроками и просто фактически могут опережать рынок, потому что они захотят валилировать тот блок, в котором нужная им транзакция проходит, например, раньше, чем блок, в котором транзакция, ну, то есть фактически, да, они порядок транзакции могут менять, и таким образом они могут вытаскивать достаточно большую ценность с любой транзакции, в особенности в дефе. Ну, это вот так вот в общих чертах, если. Да, круто, спасибо, Виктор, рад был вообще тебе послушать, твои мысли, я сейчас следующим спичем перейду к Палькодоту, я предлагаю тебе далеко не отходить и, в принципе, тоже участвовать в этом диалоге, потому знаю, уверен, что ты тоже сможешь дополнить про Палькодот, и будет интересно. Я отмечу для себя, что ты правильно очень подчеркнул, что предполагаемая история с атомом в моменте сейчас более негативна, то есть многие говорят о том, что вот это предложение, которое они вынесли, я так понимаю, оно еще не принято по поводу изменения токеномики, по поводу инфляции, которая в моменте должна сейчас увеличиться, и спустя, там, ближе к 36 месяцев, когда пройдет, будет постепенно снижаться к 1%, да, когда 1% будет здорово, круто, ну, не дефляционная, но практически, да, модель, но в моменте, если примут, то будет, конечно, инфляция все-таки больше, чем в том же Палькодоте, повышенная, и как это отыграет на цене, тут тоже стоит подумать, просто очень мало ребят обращать на это внимание. По поводу, значит, Палькодота, проект, у которого также есть и слабые, и сильные стороны, и достаточно большой разбор у нас получился на прошлом стриме, который вообще не планировался посвящаться Палькодоту, планировалось поговорить о всем, чем угодно, только не о нем, но в итоге целый час мы говорили про Палькодот. Из слабых сторон я отмечал, это модель парачейнов, не до конца все прошло так, как хотелось бы, это уже очевидно, достаточно много было хайпа на эту тему, были большие требования для того, чтобы выиграть в аукционе, которых нет сегодня. Вот только сегодня ребятам в чате кидал Алифзера, блокчейн первого уровня, выиграл 38-й, кажется, слот парачейна за 25 тысяч дот, ну то есть там немного больше, чем 100 тысяч долларов, при этом они сами закрыли, то есть они даже не давали возможность кому-то там кидать денег, то есть в пакеномике даже не выделяют эту долю на краудлоуны, сами закрыли этот раунд, потому что конкуренции как таковой нет и пошли дальше. Ну вот с моей точки зрения эта модель аукционов, она как бы сыграла в моменте, именно в моменте хуже, злую шутку, то есть конкуренты такие как Atom могли просто приходить и запускать блокчейны без вот этой сложной модели предварительной, там какие-то деньги нужно еще было лочить в Polkadot проектом для того, чтобы стартовать. Потом нужно было запускать краудлон, он длился достаточно долго, то есть в моменте на старте была большая конкуренция и выиграть краудлон некоторым проектам не удавалось там месяцами, поэтому это все отсрачивало запуск. Потом нужно, когда у тебя выигранный слот, развернуть это все дело, в общем именно в этом моменте был проигрыш космосу, на котором все эти шаги упразднялись и делалось все быстрее, именно поэтому там проекты быстрее разворачивались и мы их увидели, а проекты на Polkadot, Parachain, они еще только-только обретают первые признаки жизни, потому что у них процесс разворачивания шел длинный, но в Polkadot тоже не слепы и они увидели эту проблему, именно поэтому на 23-й год у них Paranity, о которых я много рассказывал, я не буду, наверное, слишком долго здесь сейчас говорить про них, это упрощенная модель, она не упраздняет Parachain, она просто дает проекту возможность миновать этот шаг, приходишь, арендуешь, запускаешься, не надо никаких аукционов ждать, ничего выигрывать, аренду платишь, работаешь, нужен тебе будет потом Parachain, соответственно, параллельно запустишь, выиграешь аукцион и когда развернешь Parachain, то запустишь. Разница, я так понимаю, там в пропускной способности, чтобы иметь, не иметь ограничений, то нужно, соответственно, Parachain встать. По поводу Polkadot, проект, который, так же как и Космос, на ранней стадии привлек порядка двушки, я вот сейчас смотрю перед собой на DropStab, пытаюсь в режиме МФУ говорить, еще и что-то успеть мониторить, значит, там было три Private Sella 80, 60 и 40 миллионов, ну, потом еще был паблик, естественно, на 65, но в целом мы видим, что суммы были достаточно приличные, а это, я напомню, тоже 17-й год, то есть Polkadot, это не проект, который появился на бычке прошлой, нет, он так же, как и Aptos, строится достаточно долго, долго, но при этом уже оброс скиллами, я считаю, конечно, что с точки зрения сравнивать там Polkadot, Космос и Aptos, ну, пока что Aptos, это молодой игрок, который еще этим блокчейном, наверное, все-таки не ровный, ну, и тем более, это все-таки Layer 0, это немного другое назначение. По поводу плюсов, которые я вижу и почему я сам инвестирую в Polkadot, делаю это достаточно охотно, для меня Polkadot это замена эфириума сезона 17-18-х годов, поскольку я изучал отчет Electric Capital, да и не только и Pantera Capital, и других фондов, я заметил, что 70% разработчиков сейчас уже фокусируются за пределами битка и за пределами эфира, то есть достаточно много крепких игроков, и все, что нам нужно сделать, это посмотреть, кто эти крепкие игроки. По сути, мы о них сегодня и говорим об этих, наверное, не обо всех, потому что можно говорить часами бесконечно, но о ключевых, наверное, игроках мы сегодня поговорим. И я считаю, что проектов, в которые инвестировать более-менее безопасно, как это было несколько лет назад, да, когда была прошлая медвежка, стало больше. Если тогда задним числом было понятно сейчас уже, да, что это эфир и BNB, то сегодня мне кажется, что инвестиция в эфир вряд ли даст тебе те же 30 иксов, которые мы увидели в сезон. А если смотреть с 1 января 2020 года до АТХ, то как раз эфир показал 35 иксов примерно. Это не от лоев получается, там где-то 130 долларов. Я просто посмотрел по графику 1 число, 1 января 2020 года. Это было 35 иксов. Сегодня от цены эфира 35 иксов, ну, видится слабо, честно скажу. Поэтому я и рассматриваю блокчейны помимо эфира. Плюсом, возвращаясь к Палькодоту, да, по поводу паранитий, на которых не хочу сильно останавливаться, есть еще такие истории, как пулы номинаторов. То есть на текущий момент для того, чтобы застейкать дот, там минималка, по-моему, 190 дот. Они упраздняют, уже, по-моему, даже упразднили, по-моему, эти пулы уже работают. Упразднили эту историю. То есть номинаторы могут объединяться в пулы, выбирать человека, который, по их мнению, умеет отбирать валидатора. Ну, условно, не знаю, посмотрели ролик у меня на канале или у Криптора на канале, как стейкать дот. У меня был точно такой ролик, думаю, что у Виктора тоже там достаточно много параметров, как отбирать хорошего, надежного валидатора. Вот если такого человека вы нашли, вы можете просто ему скидывать, а он сам будет за этим следить, кому стейкать, как стейкать. И при этом минималка упраздняется, 190 дот вам не надо, вы можете это делать с одним дот. То есть порог входа в стейкинг, он становится меньше. С точки зрения влияния на цену дот, это тоже положительный критерий. То есть больше людей может стейкать. Это плюс, на мой взгляд. Ну и, естественно, это внедрение синхронной поддержки, которая по предварительным шагам увеличит скорость в 10 раз до 1 миллиона TPS, что сделает блокчейн гораздо быстрее и все парачейны в том числе. Также у нас еще это XM версии 3, то есть парачейны, которые работают на Палькодоте, они сами по себе уже могут общаться, но благодаря доработкам, благодаря мостам, которые будут внедряться, они смогут общаться и за пределами экосистемы дотсама. То есть они смогут общаться с другими блокчейнами. И тот же AlifZero, о котором я сегодня напоминал, что они выиграли парачейн, они не ставят цель для себя развернуться как парачейн и работать как парачейн. Они вообще открещиваются от слова. Мы не парачейн, мы блокчейн как бы и сами по себе, но мы хотим иметь мост к экосистеме дотсама, поэтому мы развернули парачейн, чтобы быть в коннекте. Все-таки тоже проекты видят, что будущее там какое-никакое есть, иначе логики здесь не поймешь. Также из плюсов, наверное, одно из немаловажных для меня, то, о чем я говорил, это дружба с СЭК. Это регулярные походы на протяжении трех лет в кабинетик. И официальная публикация на Твиттере Палькадот, Web3 Foundation о том, что в целом они считают после трехлетнего визита к организации подопечными СЭК, что их токен, ну, все-таки уже меняет статус от цены бумаги к софту. Кстати, здесь, скорее всего, хорошо протоптали дорожку и Атом. Это прям, я считаю, тоже немаловажная история в свете регуляций. Также, что мы еще видим? Мы видим, что инвестиции в Web3 сегмент от фондов, они, по-моему, занимают второе место, или первое, или второе. В DeFi много инвестируют и в Web3. Ну, а в Web3, родоначальник, в Web3, кто вообще эту всю историю придумал? Это Гевенвуд, 2014 год, Палькадот. Собственно, тот блокчейн, тот нулевой уровень, который и призван популяризировать и внедрить в Web3 в наши с вами повседневные истории. То есть, поэтому мне кажется, что у Палькадота в свете перечисленного есть будущее. Если, ребят, кто хочет дополнить, welcome. Да, я бы хотел многое добавить, потому что это как бы один из любимейших проектов. По поводу SEC, да, хотел добавить, что они, у них была публичная продажа еще первая в 2017 году, она была в виде адского аукциона, и они тогда собирали в эфириуме, то есть тогда в стейблкоинах, как таковы, да, тогда только тезер. Зарождался, но это как бы не был способ фандрейзинга. Они собирали в эфириуме, и тогда еще в 2017 году, когда все ICO это был просто дикий запад, уже тогда все необходимые должны были проходить только ICO верификацию. То есть они уже в далеком 2017 году уже четко понимали, да, что им, если что, нужно когда-то будет отчитываться, какие у них инвесторы, с каких стран мира. А в 2019 году, да, когда у них была очередная публичная продажа, она была в биткоине. Биткоин тоже, да, это считает товар, комодиди, они не собирали в стейблкоинах. Это тоже важно, я думаю, что это тоже было одним из каких-то, ну, может, не основных, но все равно важных аспектов того, почему SEC, ну, как бы, таким образом с ними общалась. По поводу тоже еще плюсов хотел добавить. Все-таки, мне кажется, люди до сих пор не все понимают, да, что это по камести единственный сейчас во всем криптопространстве это метапротокол, то есть именно реально блокчейн нулевого уровня. Космос, он еще не блокчейн нулевого уровня, вот с этим интернет-чейн секьюрити он может им стать. Потому что изначально это фактически тоже блокчейн первого уровня, просто космос хаб и другие блокчейны первого уровня, а полкодот – это все-таки нулевой уровень, у которого уже идет ончейн управления, если, например, брать параллель с космосом, да, там тоже идет ончейн управления, но только у полкодота ончейн управления, оно форсированное, то есть форсированная идет имплементация. Что это означает? Это означает, что есть четкий механизм, если голосование прошло успешно, то не будет такого, да, что это не реализуется по какой-то причине, например, как с эфириумом, у которого никогда не было никакого управления, просто разработчики сказали, о, давайте сделаем то, другие согласились, о, давайте сделаем, и в итоге ничего не делается, потому что они на это забили, а потом появились другие, сказали, нет, вы знаете, давайте лучше этого не будем делать. То есть вроде принятие решений какое-то может быть, да, какой-то общий консенсус может быть, но вот на уровне программном, на уровне кода нет форсирования реализации того, что было принято, плюс on-chain treasury сокровищница, то, к чему, например, тот же самый космос будет приходить, тоже ни в одного проекта фактически этого нету, а здесь, если мы зайдем на тот же самый полка джейс, да, у них сейчас сокровищница 44 миллиона токенов дот, то есть фактически сколько там, сейчас он по 7, да, это там более 200 миллионов, 240 миллионов долларов готовы инвестировать во все, что связано с полка дотом, и это не какие-то инвесторы пришли, да, и дали денег, это сам блокчейн, он таким образом просто будет иметь возможность выживать в любых условиях, потому что у него идет самофинансирование на уровне блокчейна, но и тоже очень важен сам тот аспект, что идет апгрейды, да, со следующего блока без каких-либо форков, это тоже фактически ни у кого из ныне существующих протоколов такой возможности нет. Да, с парачейнами я согласен, они немножко, эта модель не так сработала, но здесь еще нужно тоже понимать рынок, просто был огромный хайк, и парачейны и аукционы не были созданы для того, чтобы, да, собирать миллион дот за одним из парачейнов. Оно должно было распределяться более, да, вылетают русские слова, более even, более, ну, то есть распределено, чтобы, например, по 10, по 20, по 30 тысяч дот. Но тоже хочу заметить, что ребята с космоса тогда, они очень жестко стебались насчет этого, что вот эти парачейны, аукционы, зачем это стоит столько денег, а потом пришли моменты, когда 3-4 тысячи дот нужно было для того, чтобы на 2 года получить безопасность вот такого блокчейна, сразу же эти разговорчики прекратились. И сразу же они переходят на похожую модель, что больше все-таки похоже, конечно, на параните. Но тем не менее. Это, кстати, тоже в очередной раз доказывает, да, что именно дот по своему дизайну изначально шел к правильному пути, к которому сейчас многие, в том числе космос, приходят, что все-таки должна быть интерчейн-защита. И фактически только таким образом можно достигнуть вот интероперабельности без каких-либо доверий. Потому что если один набор валидаторов, соответственно, только тогда, да, не будет никаких проблем с точки зрения доверия. Потому что если отдельные чейны, ну, не может быть такого, да, что даже если есть какие-то мосты, в любом случае могут быть какие-то проблемы. Потому что у каждого из этих чейнов может быть разная экономическая ценность. А если разная экономическая ценность, разный набор валидаторов, это уже небезопасно. Да, отличное дополнение. Дэн, ты тоже хотел. Да, дополню. Я присоединяюсь к мнению Виктора, если не ошибаюсь, Криптора. По поводу, как бы, дизайна архитектуры. Дот еще очень удачен для, ну, скажем так, институционалов, то есть для различных платформ, которые работали в Web2 и которые, ну, работали в IT-секторе. То есть для них вот этот дизайн архитектуры, он очень понятный в плане резервирования надежности, то есть там отказа устойчивости. То есть можно говорить о том, что, в принципе, там, сеть Кусама, она же по факту дублирует функционал основной сети Дота. То есть, предположим, если одна из сетей встанет, то частично, в принципе, можно функционал перекинуть, там, запараллелить. То есть вот с точки зрения этого сеть очень продуманно сделана. То есть ни у кого такого, по крайней мере, я еще не видел. То есть у того же Космоса, ну, скажем, никаких решений на этот счет я как бы не наблюдаю. Да, уместное замечание. В целом тоже об этом говорил в ролике, что тестовая сеть, которой многие называют ее тестовой, я считаю, самостоятельной сетью и в то же время резервным каналом. То, чего нет у многих. Сейчас, наверное, облом. Да, давай, Игорь. Буквально, да, вот с точки зрения, да, там, архитектуры и именно техники. На самом деле, к полкодоту, да, там, и вопросов, в принципе, у нас тоже не было никогда. И мы видим, что разработка там ведется очень активно, да. То есть, ну, все супер. Но вот касательно, например, того же полкодот.js, да, и вообще удобства пользования и так далее, ну, все на самом деле пока что, да, не очень. То есть, я понимаю, что, скорее всего, они по этому поводу и не запариваются, да, но на самом деле юзабилити, да, и вообще удобства пользования – это то, на чем строятся, ну, очень многие вообще компании, да, и удобство пользования, в принципе, очень важно для масштабирования. Вот этого полка у полкодота, ну, в принципе, нет. Такое мнение тоже. Да, Игорь, я с вами по поводу удобства пользования. Удобство пользования для кого? Для конечного пользователя? Да. Нет, нет, нет. Я именно с точки зрения конечного пользователя, с точки зрения вот обычного пользователя, который пришел в криптовалюту, да, и увидел, да, ага, у нас здесь вот здесь киты, вот эти блокчейны разные, да, ну, давайте я попробую. Я сделал переводы в Аптусе, я сделал там переводы, я не знаю, в космосе, чем-то попользовался и так далее. Тут я пришел в полкодоту.js и, ну, все, на этом, да, я как бы ушел из полкодоты.js, вот, именно с точки зрения даже новичков. Здесь просто суть в том, что он никогда не ориентировался на конечного пользователя. Это как раз-таки стек, набор технологий, который ориентирован сугубо на разработчиков. Это среда для разработки. А вот на конечного пользователя будут ориентироваться как раз-таки уже парачейны, потому что это не было никогда вообще задачей. В этом то и проблема, да, и основная загвоздка, что это все-таки ранняя стадия, и ребята реально хотят перевоссоздать интернет, да, сделать его интернетом, когда мы можем перемещать ценность свободно, а не просто информацию. И вот это фактически, это вот ядро, и оно создано сугубо для разработчиков. И да, я прекрасно понимаю, что очень многие ругают, потому что это полный бред, ты заходишь на полкодоты.js, здесь куча всего. Но с другой стороны, если, например, брать далекий 17-й год, у меня там какое-то видео когда-то давно было про метамас, как им пользоваться. Ну, столько было, вот, грубо говоря, дурацких вопросов, хотя это на самом деле так просто для нас всех. Но для человека, который никогда этим не пользовался, это тоже очень и очень все сложно будет изначально. То есть это тоже не, скажем так, вершина перфекционизма, то, что мы сейчас видим. И в полкодоте сейчас появляется много других решений. Например, вот парни, талисманность такой, кошелек-приложение. Фактически что-то похожее на метамаск. Плюс ко всему ты можешь и вемчейны подключать, и подключать Ledger, ту же самую Акалу, или какие-то другие блокчейны. То есть решение уже постепенно появляется. Но опять-таки еще раз акцентирую, что сам полкодот, он как раз-таки не для конечного пользователя, а именно сугубо для разработчиков. Согласен. Задержу мой тезис очень удачно. Я могу сказать, что полкодот в принципе это как админ панель некая. Ну не знаю, там у какого-нибудь там Amazon, у Амазона или у какого-нибудь Хезнера, там я не знаю, есть какие-то там панели управления, или вообще, я не знаю, там есть командная строка. В этом плане для такой как бы начальной версии интерфейса у полкодота, я думаю, даже очень неплохо все вышло. Для конечного пользователя однозначно он не заточен. Тут надо именно смотреть на дизайны интерфейсов, которые предложат сами парачейны. Ну дойдет до меня слово, я конечно скажу, с другой стороны, именно с стороны, как на это все смотрят институционалы, государства, ну и кто, собственно говоря, вообще заказчик как бы этих интерфейсов, именно дизайнов архитектуры веба третьего. Дэн, ты уже спойлер закинул на следующий стрим. Я думаю, что в этом стриме мы ограничимся меньшим, или иначе он до полуночи будет. Да, ребят, вы видите, это живое общение, вы видите, что полкодот я просто отжал, потому что желающих, ну прям реально много за него говорить. Наверное, ну и будь я обычным подписчиком, я бы, наверное, на карандаш это взял. Почему это охотка говорить о полкодоте, накидывать эти варианты различные? Наверное, она не случайна, тем более это мнение не аффилированное совершенно. По поводу дизайна полкодота с точки зрения для конечного юзера. Здесь есть определенная правда, и никто от нее не открещивается. Фишка в том, что сейчас, вы заметите, полкодот изначально на себя накинул гораздо больше задач, чем другие блокчейны. И они занимаются разработками. Довести до ума кошельки и так далее. Возможно, они когда-то даже и до полкодот.js своего доберутся. Не знаю, насколько это нужно или не нужно. Я как бы им на самом деле достаточно лайтово пользуюсь. Мне иногда удобнее даже этим кошельком пользоваться. Но окей, это я такой. С точки зрения экосистемы, абсолютно верно, ребята, отметили, полкодота не должен этого делать. Есть другие кошельки. Новый валют, есть кошелек, пожалуйста. Есть Кловер, парачейн, который строит кошелек. Он практически копия Метамаска. Ну, очень похожий. И так далее. Этих решений очень много. Для того, чтобы стейкать, для того, чтобы клеймить, есть SAP ID, где на одном экране ты зашел, подключил кошелек, ты сразу увидел, где ты, в каких парачейн, ну, точнее, аукционах полкодоток у самого участвовал, сколько ты залочил, можно ли тебе заклеймить, если можно, у тебя активная горит кнопочка, ты кнопку нажал, окей, тебе не надо лезть в хранилище, в полкодот.js и так далее. Это вообще не та задача. Поэтому вы просто изучайте парачейны. Полькодоток и система, она для того, тем и хороша, что она общается между собой. И вот эти функции стейкинга, клейма, кошельков и так далее, это должны делать как раз-таки различные команды. Акала-нетворк, в свою очередь, там изначально стейкинги, у меня даже ролик был, помните, про Centrifuge и Полькодот? Там все стейкалось из как раз Полькодот.js. Но сейчас же все работает не так. Сейчас там каждый парачейн уже развертывает свою панель, откуда ты можешь зайти и застейкать. Кроме того, и сам Полькодот, сама команда, они тоже работают над интерфейсами. Вот как раз такие пулы номинаторов, у них, ну, скину потом ссылочку в описании, не знаю, в каком описании, мы же не на ролике, но где-то будет ссылка на этот интерфейс. Она уже в тестовом режиме работает. Интерфейс там приятнее, чем Полькодот.js. То есть это тоже делает команда Полькодот. Просто у них спектр задач, которые они на себя набросали, он очень большой. И не надо требовать здесь какого-то юзабилити. Да, я кого-то там прервал, кажется. Да. Да, смотрите, парни, сто процентов, да, и то, что Полькодот, это именно, так скажем, инструмент, все это понятно, да, но только момент в том, что когда, конечно, вы допускаете обычных юзеров, да, сюда, то есть обычных пользователей, которые участвуют в ваших парачейнах, да, которые вносят там свои средства, да, вы должны им все равно, ну, по-хорошему предоставлять юзабилити. Вот, потому что дальше начинается беспредел, и именно поэтому очень много недовольных, да, и очень много людей жалуются. Ты правильно, Вадим, сказал, что есть инструменты, которые уже решают, да, проблемы этого Полькода.js, но, как мы видим, да, никто из проектов практически не отсылает к ним. В основном, себя отсылают на клейм в тот же Полькодот.js или вообще никуда не отсылают, и человек, да, как бы, который когда-то доверил на свои средства, он должен сам искать какие-то решения, при том, что он может быть там не настолько, да, профессионален, не настолько им это все просто. То есть, вообще по-хорошему, да, для какого-то масштабирования 100% они должны разрабатывать главный продукт, это все понятно, но упаковка, ты, Вадим, я думаю, лучше меня это знаешь, упаковка очень сильно решает вообще в принципе. Я бы добавил как раз. Сейчас, подожди, Артем, ты уже появился раньше неоткуда, потому что пока мы говорим с вами, Артем уже уходил решать свои дела. И не уходил, но появился. Я тут еще. Да, прикольно, Игорь, что как раз есть и контраргументы, как раз не хотелось бы, чтобы этот стрим выглядел как поклонение экосистеме DotSama. Нет. Все вопросы, которые ты поднимаешь, они действительно есть. И конечные юзеры, наверное, и формируют хайп проекту, формируют социал-медиа и так далее. И те, наверное, достаточно много хейтеров Polkadot, давайте будем прямо говорить, они как раз родились именно отсюда. Но дизайн самого блокчейна так устроен, что сначала они должны обрасти парачейнами, которые будут что-то строить, а не наоборот. А наоборот, вот у них был изначальный интерфейс Polkadot.js. Ну, да, наверное, не самый удачный. То есть, все-таки я могу здесь поставить как минус. Сам Polkadot.js могли бы сделать более юзерфренд. Наверное, да, здесь была тоже какая-то ошибка, которая и повлияла в конечном итоге на то расположение сил, которое есть. А расположение сил в моем мировоззрении сейчас с точки зрения СМИ, что Polkadot в какой-то момент проигрывает космосу. Ну, я в целом так не считаю, именно поэтому у меня в портфеле Polkadot, а не космос. Хотя я и хочу и космоса, но туда я попаду скорее всего ребалансировкой из... Ладно, это уже не важно, автомобиль упаду. Это не так важно, да. Скажем потом. Давай, ждем тебе слово. Спасибо. Да, я буквально пару слов вот как раз, да, по поводу Polkadot. На самом деле мы смотрим на проекты, на многие, это же блокчейн, на то, как они есть и как они себя позиционируют. И они себя позиционируют действительно. Мы для других проектов, мы для разработчиков, мы типа B2B. Но не нужно, как бы, мы считаем, что мы как пользователи и в принципе как лица, которые чем-то всегда недовольны, да, с этой позиции, то, конечно же, мы должны бы высказывать какие-то те стороны, которые необходимо бы улучшить тому или иному блокчейну. Например, если мы возьмем Космос, вот мы же сравниваем блокчейн и Палкодот, то у Космоса все френдли, хотя он тоже для B2B, если вы заметите. Палкодот тоже для B2B, он для парачейнов, но Палкодот, если как бы мы какую имеем претензию с нашей стороны как комьюнити, я сейчас не говорю как вот как разработчик или как проект, который будет запускаться на парачейн, а как обычный пользователь, то если вы выходите, это как Палкодоту, да, в их сторону, выходите на паблик с парачейнами, где привлекаете массы, то будьте добры сделать френдли для масс и учитывать мнение для масс, а не вот мы массы, подождите, мы пилим свой продукт, а всем остальным вокруг до свидания, ну как бы так тоже нельзя относиться, поэтому мы имеем некие претензии, мы не хитим, мы наоборот за Палкодот, мы сами держим токены, стейкаем, все это понятно, вот, и видим перспективу этого блокчейна Палкодот, наоборот, мы за него, но есть некоторые недостатки, на которых мы могли прямо указать и которые бы проект мог учесть и не позиционировать себя, вот только мы там для таких-то проектов, а все остальное как бы комьюнити, паблик, мы вас учитывать не будем, но вот такое дополнение, спасибо. Да, Тёма снял с языка, парни, то есть мы не то, что хейтим, это именно как бы дополнение, которое на самом деле не исключает, что на самом деле это очень крутой блокчейн. Вы знаете, я тоже вот дополню то, что сказал Артём, потому что Артём говорил, я его слушал и понял, что действительно получилось, какая картина собралась там группа разработчиков серьезная, получили серьезные деньги по кратчбейсу, они вообще считаются, что собрали 300 миллионов все вместе. Такое впечатление, что их стали торопить инвесторы, то есть они не, Alcadot.js абсолютно не был пригоден для удобства в парачейнах, никаких, по-моему, нового валетов тогда не было, ну то есть каких-то удобных вещей не было. Были разработчики, у которых были глобальные планы, которые реализуют, но были инвесторы, которые хотели заработать, они прекрасно раскрутили, помните, Moonriver, это были вещи, которые просто были как, ну знаете, как по букварию с маркетмейкером просто разгоняли цены там, где надо, а там, где не надо, ну вы знаете, какой общий экономический эффект от этих парачейнов. Ну, кто-то хорошо иксанул, а кто-то залетел широко и широко сидит в минусах. То есть по экономике, ну такое себе, отличие от Солана, да, если взять только хорошо, там, мультикоин с Сэмом разгоняли Солану. А здесь впечатление, что действительно собрались серьезные гики, серьезно пилят, у них есть планы, у них есть ориентиры, но при этом просто, мне кажется, их поторопили. Да, Андрей, ты из языка, на самом деле, эту тему снял, потому что тоже хотел сказать парачейны же уже даже достаточно поздно стартанули. То есть они понимали, скорее всего, что на носу медвежка, что бычий рынок вот-вот, он заканчивается, ну и скорее всего, то ли влияние инвесторов, то ли собственные амбиции там на заработать, да, они подтолкнули к этой истории. Я тоже, наверное, здесь тебя поддержу в том, что не до конца они были готовы для запуска, но это цикл на рынке, наверное, он сделал свое дело. Я думаю, что модель аукционов, она и дальше будет жить. Если сегодня мы задаемся вопросами на тему того, какое будущее у проектов, будут ли паблик-сейлы или будут аэрдроп-модели и все годы, то есть рынок, кто-нибудь понять не может, то парачейны будут, скорее всего, потому что с точки зрения здесь этой материи, да, оно работает гораздо понятнее и лучше. Я еще один тезис добавлю. Мне кажется, что Гейвин Вуд вообще не ориентируется на рынок. Если бы он ориентировался на рынок, на историю с фондами, с успехом, с вот этой лудоманией, пампами, дампами, мне кажется, он бы не ушел с поста собственно для SEO. Он вообще не про это, то есть он больше про архитектуру и в принципе ну как бы он транслирует идеологию и видно, что весь проект пропитан ну как бы его видением, а не видением там каких-то манагеров, рекламщиков и так далее. Вот. Вот то, что хотел сказать. Дэн может быть двояко. Может быть именно поэтому он и занимал пост, как говорится, обложки, да, поторговать лицом и так далее, когда нужно было. Сейчас, когда мы видим Медвежку, он вернулся на ту позицию архитектора дизайна блокчейна, на которой должен находиться по мнению многих его соратников и Хоскинсона и так далее. То есть вот может быть, но здесь мы не узнаем правды, мы можем гадать сколько угодно. Он-то то, что достаточно технический человек, это факт, но возможно в моменте, возможно или с целью заработка и возможно не только для себя, все-таки нужно обеспечить ту поддержку, которую ты заручаешься от фондов, ее, ты знаешь, как лимит доверия. Возможно, его тоже нужно было оправдать. Именно поэтому, может быть, он отлучался. он его оправдывает, он разрабатывает именно чисто техническое чудо. Я думаю, что можно фактически согласиться с тем, что он его реализовал. То есть к CSM третьей версии, я не знаю, по-моему, уже запустились. Ну, я не знаю, если ты мне слово предоставишь, я попробую свой тезис, чтобы он не был подвешен в воздухе, обосновать некой предыстории и некой фактологии уже этого года случившейся. Давай, давай, конечно. Да, смотрите, если внимательно посмотреть на Хоскинсона, на Гевенвуда, на Бутерина, то есть они по большому счету разрабатывали в свое время некое чудо, им неоткуда было заимствовать идеи. То есть они их по факту измышляли, генерировали, то есть как некие концептуалы, философы. Вот. Если смотреть на Гевенвуда, то Гевенвуд это вообще как бы научный сотрудник, который вышел из жерла Микрософта, присоединился к Бутерину и он же разрабатывал язык Solidity, то есть на котором эфир построен. Дальше они в какой-то момент разошлись, там есть разные гипотезы, всякие мифы. Я думаю, что там не все правда, но заметно даже по интервью, что Гевенвуд ушел заниматься своим проектом не альтернативным эфиром, то есть он его интервью, вы можете найти его, посмотреть внимательно, он прям уточняет, что когда он прорабатывал шардированность эфира, он понял, что нужна централизованная структура для того, чтобы свести эти шарды между собой, и он понял, что нет никаких технических решений, возможно, это техническое решение, это эхилесово-пита вообще всего взаимодействия в мире блокчейна, то есть в мире веб-3. и он ушел, собственно говоря, пилить вот этот концептуальный проект объединения этих блокчейнов воедино, то есть для этого он взял концепцию слоя 0, то есть layer 0, в котором заложил в первую очередь даже не просто безопасность, а способность передавать метаданные, то есть на сегодняшний момент блокчейнов нулевого уровня, которые могут передавать метаданные, то есть передавать общение, обеспечивать интероперабельность, не брать при этом деньги, не брать комиссию за передачу этих метаданных, то есть передавать эти метаданные в достаточно полном виде для того, чтобы там программировать какую-то серьезную логику, то есть таких решений я пока не наблюдаю больше, хотя есть заявлены в layer 0 решения там и космос, и кардана, и аваланч даже туда приписывают, но вот именно передачу метаданных в полном объеме для обеспечения интероперабельности к сожалению на сегодняшний момент другие слои нулевого уровня не предоставляют, так как это увидел Givenwood. Теперь что можно сказать вот по поводу мы говорим там юзабилити, юзабилити, а кто именно разработчик КЗ, то есть на кого ориентируются разработчики собственно ну там этих экосистем платформ, то есть да, есть много платформ, которые пишутся под вот эту лудоманию, под схемы бамп и дамп, то есть под период, ну скажем так, под период .com версии 2.0, но когда этот период закончится, собственно говоря, и начнется вот эта вот история массовой адаптации Web3, и какая она будет очень ясно и недвусмысленно высказывались на всемирном экономическом форуме вот в этом году буквально две недели назад. Так вот, какие задачи, собственно говоря, они ставят перед Web3, то есть они там как раз очень часто цитировали, что Web3, метавселенная, собственно говоря, они говорят о том, что бизнес и государство и другие платформы и 90% людей ждут вот этой конвергенции, то есть разработчиков, бизнес-платформ. Ранее как бы в Web2 это все работало на платформах и в Web3 в принципе на Web заявляют, что нужна какая-то платформа Web3 поколения, то есть не будет вот этой пистоты, то есть они как бы ждут, что будет некая метавселенная, которая впитает в себя различные протоколы и самое главное слово, которое цитировалось и, ну, там, не знаю, из каждого утюга звучало, это интероперабельность. На сегодняшний момент функционал интероперабельности, к сожалению, никто не способен в полном объеме предоставить, кроме вот функционала, ну, на мой взгляд, функционала полкодота, то есть потому что передавать какие-то данные, то есть тезис такой, что в Web3 на вот этой новой платформе, на которой будут и государство, и бизнес, и 90% людей, которые еще не пришли в крипту, это должна быть удобная юзер-френдли платформа, там не будет никакой мороки там с интерфейсами, то есть там будет очень все просто, и интерфейсом будет выступать как бы интерфейс метавселенной, который должен вобрать в себя протоколы там различные, которые в том числе могут быть в виде парачейнов, это может быть эфиры или какие-то альтернативные блокчейны, и пустят они туда, собственно говоря, только безопасные какие-то протоколы и те, которые предоставляют эту интероперабельность, то есть когда пользователь может взять, перенести какие-то свои там приложения, аппликации с одного блокчейна на другой и не только перенести, но и забрать те самые мета-данные, то есть всю историю, там какие-то транзакции, то есть это вот тесты омничейновости NFT, это как бы ну вот такая разминка, то есть по тестам этой интероперабельности, но NFT это NFT, а если например вы мигрируете какой-то смарт-контракт, а если к этому смарт-контракту нужно сохранить какую-то историю, как вы это будете делать? То есть я вот на сегодняшний момент не вижу, чтобы кто-то из разработчиков других экосистем занимался этими вопросами. Более того, красные линии в принципе ну как бы проведены, что они ждут от решений разработчиков, то есть безопасности, масштабирования и управления, то есть вот безопасность и управление это тоже ну сильная сторона, если рассматривать полкодот, то есть в принципе Гевенвуд, он вообще фанат как бы социальных систем управления, то есть он очень крепко разбирается в истории этого вопроса, различные модели демократии, то есть он и создает собственно говоря различные слои управления, то есть он предоставляет такое управление, в которое могут войти в том числе и государственные структуры, и бизнес-структуры, не только пользователи, это то есть различные комбинации DAO, в которые могут входить различные субъекты. Также вот появилась информация о том, что Интерпол создает какую-то свою песочницу, метавселенную, они там будут собственно говоря отрабатывать новый функционал, и если они будут отрабатывать функционал, если они там грубо говоря отработают какие-то паттерны, то соответственно их надо как-то будет там мигрировать, имплементировать в другие системы, то есть управление. Они должны быть достаточно гибкими, и Palcadot это в том числе предоставляет. что еще можно сказать, что Гевин Вуд, он ушел вообще как бы заниматься своей задачей, Бутерриан остался заниматься своей задачей, и Хоскинсон он также ушел решать достаточно нетривиальную задачу, это решение вопросов спам, ну как бы как сделать так, чтобы сети не заспамились, то есть я тут чуть-чуть еще про Cardano выскажусь, то есть Cardano тоже в целом неплохой проект, он решает ну как бы такую нетривиальную задачу, это как решить вопрос спам-атак, то есть как сделать так, чтобы при возрастании плотности транзакций собственно говоря блокчейн не падал, цена газа не взлетала, потому что есть там комплекс атак, который подразумевает изменение цены комиссии, то есть если вы в какой-то момент поднимаете плотность транзакций, то стоимость там газа как бы возрастает и какие-то смарт-контракты в данную секунду просто откажутся выполняться, потому что у них нет бюджета, там нет копилки для отработки, и Хоскинсон в принципе тоже справился с этим вопросом, я вообще, ну не знаю, как бы считаю возможным, что эти системы вполне могут вообще работать в синергии, то есть может быть крамольную такую фразу, ну или как бы крамольную мысль закину, почему например эфиру не стать парачейном полкодота в какой-то момент, то есть они решают вообще как бы ну разные задачи, то есть один решает вопрос шардированного блокчейна, а второй решает как раз таки layer 0, то есть это уровень, который передает эту метаданну и обеспечивает безопасность, тот же самый Cardano решает вопрос, как сделать сеть, которую невозможно положить там никакими спам-атаками и сделать цену газа все время константно или стабильно. Ну, дальше я наверное вглубь не пойду, есть конечно много чего рассказать, но основные вот тезисы международного экономического форума заставляют задуматься, что техническое задание по факту все равно будет со стороны платформ государства, крупного бизнеса и массового пользователя, и если посмотреть какие из экосистем на сегодняшний момент к этому прислушиваются и направлены в эту сторону, то я к сожалению кроме наверное полкодоты, ну может быть там 50 на 50 космоса пока не вижу никаких других субъектов на этом рынке. Всем привет. Да, привет, Кирилл. Да, привет. Вадим дали слово. На самом деле я просто хотел добавить уже то, что Денис сказал, но частично от себя по вообще Гевен Вуда и языка солидити. Это наверное один из самых популярных. Все понимают, что языков вообще программирования и ну Гевен Вуд он был одним из основателей вообще этого языка. То есть человек, который ну на мой взгляд он просто продумал все наперед. То есть если у космоса есть огромные проблемы все знают проблемы мостов которые взламываются воруются просто тоннами деньги за то Гевен Вуд заранее понимал о том, что в его экосистеме мостов не будет. То есть поэтому и появились вот эти XM модели и все остальное. То есть блин на мой взгляд как бы я там ненавидел полкодот вот за все его отсутствие массадопшена какого-то типа для людей. Все то, что он делает он делает ну наверное на 2-3 года вперед чем другие проекты. По поводу парачейнов у меня мысли были такие-то, что вообще как бы можно говорить да, все на парачейнах там влупились на бабки и все прочее. Но с другой стороны если посмотреть на это с точки зрения ну как сказать типа чтобы люди познакомились с этим вообще с полкодотом то представляете какое количество монет и какое количество юзеров купивших эти монеты и вообще коснулись хоть как-то полкодота сколько появилось этих людей за вот время парачейнов аукционов и всего прочего. Это как-то напоминает все время как все познакомились с Аланой и Степан. То есть ну можно как бы хейтить очень долго полкодот но технически на мой взгляд это мега крутой продукт просто мега крутой продукт. Я думаю, что понимая там историю Гевина Вуда когда-то я не знаю в 14-м году не было метамаска и был просто эфировский кошелек где наверное что-то было похоже на полкодот JS ну непонятное дело что не с таким объемом функции но примитивно все очень как бы коряво косо то я думаю что в ближайшие 2-3 года мы увидим очень хороший кошелек и вообще интерфейс более приспособленный к обычным пользователям. То есть вот собственно это мое личное мнение по поводу Аптоса я хотел еще ребят добавить но я наверное уже в конце скажу когда все все расскажу вот я не знаю если есть какое-то мнение может быть я где-то не прав могу добавить могу добавить по поводу кошельков и аккаунтов ДОТ вот буквально параллельно с другого телефона смотрю в Коинметрике также был пост у нас по поводу того что есть удобный сайт где сейчас все агрегируется вся экосистема 535 проектов отчеты и так далее вот здесь вижу что на текущий момент аккаунтов ДОТ создано 1 миллион 57 тысяч ну там с копейкой то есть ну достаточно много аккаунтов создано в Палькодоте транзакций тут под 4 миллиона ну совсем много завершенных блоков 14 миллионов ну прям цифры короче такие живые вопрос о том что можно смотреть в разных сторонах на парачейн и все прочее да понятное дело что все хотели там на это как-то супер сильно заработать но на самом деле важно когда люди знакомятся пусть и так коряво и криво как получилось у них но люди знакомятся с этой экосистемой они по крайней мере начинают разбираться что это за экосистема и ну на мой взгляд ну это хорошо просто плохо что это получилось вот так как мы это увидели но кто не делает ошибок тот не достигает успеха я тоже хотел добавить давай да сейчас 2 секунды да я на самом деле рад что вот такую дискуссию это все породило и хочу обратить внимание что все-таки какая мощь да у полкодота что мы так долго его на самом деле обсуждаем и опять же мы на своем канале мы в принципе сами вот ну мы например на парачейнах неплохо заработали да то есть и мунбим и прочее да и то есть хейта к полкодоту вообще никакого нет на самом деле мы тоже считаем что это ну один из вообще топовых проектов в принципе но как бы да не стоит очаровываться никогда до конца всем да и надо всегда видеть минусы вот для меня конечно вообще в принципе и в жизни и в любых проектах важен очень баланс да то есть полкодот очень круто и мощно разрабатывается да это все понятно но маркетинг упаковка удобства все равно очень важны и при этом на самом деле я считаю все-таки позитив что GivenWood ушел да ушел с позиции SEO ушел в разработку то чем на самом деле он вообще да что что ему предназначение его предназначение по жизни чем заниматься вот а вот это все остальное да пусть дай бог отдаст людям которые в этом лучше разбираются да и дай бог мы увидим и юзабилити и прочие вещи на полкодоте я думаю у него на самом деле очень крутое будущее я вот с вашего позволения тоже хотел пару слов сказать насчет его ухода изначально там была SEO Parity Technologies Юта Штайнберг по-моему как-то ее звали ну короче Юта и вот она ушла и в связи с тем что она ушла они могли найти замену и тогда Гевин вступил на пост SEO то есть по этой причине он стал SEO Parity Technologies ага типа выбора не было да выбора не было в тот момент и спустя уже время соответственно его коллега который долгое время тоже там работал они решили его взять в SEO то есть это не то что был какой-то пиар-ход с точки зрения того что вот он лицо что парачейн и все остальное то есть Юта ушла не было кого взять и он стал SEO хотя ему это не нравилось что касается что касается там почему там ушел от эфириума изначально они когда делали эфириум они у них задача была максимально быстро что-то сделать чтобы показать людям вообще что возможно что-то сделать с блокчейном не только биткоин да что возможно что-то сделать программировать создать язык программирования и это они хотели сделать максимально быстро поэтому не было никакой задачи как-то сделать мига крутой продукт и фактически эфириум Даже в нынешнем виде, который сейчас есть, несмотря на то, что это огромный хайп, огромная машина, куча разработок, это прототип. И фактически Гевин, он не только язык Solidity написал, он и написал первую итерацию виртуальной машины Ethereum. То есть он его и написал Ethereum. Виталик придумал, а Гевин написал желтую бумагу, сам создал виртуальную машину Ethereum, за пару недель создал язык Solidity. И ушел по причине того, что он просто понимал, что нужно продолжать разрабатывать, а в Ethereum принятие решений было очень медленным. И об Ethereum 2.0 говорили еще в 2016 году, даже в конце 2015 года. Но реализация у нас только в 2022 году. Это просто смешно. И по этой причине он ушел. И еще хотел сказать по поводу всех блокчейнов, которые мы там еще будем обсуждать или обсуждали, и тот же самый Ethereum. У ни одного из этих блокчейнов, с моей точки зрения, нет шансов стать каким-то базовым слоем для Web3. Почему? Потому что, например, Ethereum – это платформа смарт-контрактов общего назначения. Тот же самый Atos – это платформа смарт-контрактов общего назначения. Куча многих блокчейнов разных – это платформы смарт-контрактов общего назначения. Это что означает? Это означает, что на этих машинах можно разрабатывать абсолютно все, что угодно, но никогда это все, что угодно, не будет работать идеально. Потому что это общее назначение. Можно сравнить с компьютером базовым. Вот есть компьютер офисный. Он общего назначения. Там можно что-то поиграть, там можно что-то поредактировать, можно написать текст, можно музыку послушать, поредактировать. Но если мы хотим решать какие-то серьезные задачи, нам нужны domain-specific чейны. То есть нам нужны блокчейны конкретного назначения. И вот Ethereum сейчас говорят, что все, мы сейчас делаем кучу разных roll-up, вторые слои, третьи слои, а Ethereum будет просто как бы settlement player. Но на самом деле он для этого не предназначен. Вот если брать параллель с Polkadot, они в итоге хотят каждый отдельный функционал Polkadot вывести как на отдельный паратчейн общего блага. Например, settlement player – это будет, например, state mine, на котором будут чеканиться абсолютно все токены, там будет свой внутренний DEX, и не нужно будет ждать от других команд, чтобы создавали DEX, те же аккаунты и так далее. Потому что это все будет на уровне блокчейна общего назначения. Если мы берем какие-то settlement player, это тоже можно вывести в отдельный паратчейн. Если мы берем управление governance, это тоже будет просто отдельным паратчейном общего блага. И сейчас, к сожалению, на данный момент вообще нет никаких похожих вариантов решения этих задач. Ни у Ethereum, ни у других блокчейнов. Да, спасибо, Лидор, полезно очень было. Мой вопрос на свежую криптору. А в этом отношении трансформация космоса, она сейчас не пытается повторить как раз-таки путь развития Polkadot, на твой взгляд? Да, так и есть на самом деле. Потому что они, сам факт того, что они внедряют Interchain Security, они просто понимают, что они изначально шли не по тому пути. Но стоит оговориться, плюс космосу, у них концепция Interchain Security, она была изначально, они это обсуждали. Когда параллельно разрабатывался и Polkadot, это еще где-то с 15-го года это все происходило, еще до фандрейзингов. И то же самое с космосом. Просто космос пошел по другому пути. Он пошел по пути IBC и пошел по пути вот этой User Friendly. А вот сейчас он переходит и двигается в сторону Interchain Security. Но технически, ну мне кажется, это невозможно сделать правильно, если изначально в дизайне это не предусмотрено. Но сам факт того, что они идут по этому пути, это говорит о том, что это плюсик в сторону Polkadot фактически. И тоже еще очень важно. Я и хотел уточнить, то есть если система сообщений не была встроена в архитектуру, каким образом они ее могут приладить? Ну видишь, вот у них получаются изощренные способы. Получается, вот в Polkadot есть набор валидаторов, и он фактически защищает все парчейны. А в космосе есть Cosmos Hub, там набор валидаторов, которые защищают Cosmos Hub. Если Cosmos Hub хочет служить неким зонтом защиты для других блокчейнов, которые называются Consumer Chain, то, соответственно, каждый из этих валидаторов, он должен запускать параллельно еще и ноду для этого блокчейна. Это не будет все в одном, да? Если будет там 10, 20, 30 блокчейнов, они должны защищать, соответственно, они должны запускать параллельно столько нод. Потому что там чисто технически это не предусмотрено. А в Polkadot изначально набор валидаторов, вот так это все дизайн построен. И еще тоже очень важный аспект управления governance с точки зрения дизайна Proof-of-Stake. У Dota же идет номинированный, Nominated Proof-of-Stake, а у Cosmos и у многих других чейнов это Depos, получается, Delegated Proof-of-Stake. И здесь тоже очень важное отличие, оно вроде как бы минимальное, но на самом деле важно. Delegated Proof-of-Stake это что означает? Если мы как холдеры токенов, мы их стейкаем, мы делегируем свое право голоса. То есть у нас право голоса нет. И вот, соответственно, те ноды, за которыми закреплены наши токены, они уже принимают решение и сила голоса у них увеличивается. У Polkadot такого нет. Мы номинируем валидаторов, но при этом, если мы, например, будем голосовать за любые действия в блокчейне, вы посмотрите, там ваш банал, баланс, они, да, залочены, они в стейкинге, но при этом сила голоса у вас такая есть. Это тоже очень важно. Есть еще один аспект, это генерация вот этих CSM-сообщений каждые 6 секунд в Polkadot, то есть где сама сеть Polkadot инициирует опрос состояния и парачейна. Как с этим у космоса будет обстоять? То есть, грубо говоря, как я понял, Polkadot опрашивает все блокчейны, он располагает метаданными о состоянии цепочек, и каждая цепочка может очень быстро по этому уточнять и не обязательно инициировать эти сообщения самой. То есть, ну, эти сообщения, собственно говоря, бесплатные, то есть там они ничего не стоят. Ну, ради этого, собственно говоря, и получают слоты там, участвуют в краудлонах проекты. А как с космосом в новой концепции, то есть как вот эти сообщения, они будут инициироваться непосредственно сами, самими блокчейнами, или также будет происходить какая-то инициация, то есть этих сообщений, то есть будет какой-то некий хаб, который собирает эти метаданные как бы в одно депо? Я этот вопрос не изучал, но там же у них, получается, отдельные вещи. У них IBC – это протокол общения между чейнами на космос-хабе. И защита, она как бы с этим не связана. Это уже отдельное решение. Поэтому мне сложно сказать, как это все будет реализовано. И поэтому там вообще проблематично, потому что даже те же самые апгрейды. Нужно вот в доте, ты просто человек, если он является, у него нода полка дота, фактически делается апгрейд и все. И при этом ему безразлично, что там происходит на других парачейнах, потому что у него другая задача. А здесь фактически любые какие-то обновления с других чейнов, у консюмер-чейнов, там тоже нужно за всем этим следить. И я не знаю, как это будет происходить. А у дота, да, из-за того, что там метапротокол, там метаданные, они сохраняют историю абсолютно всего, что, в принципе, происходило на протяжении всей работы всех этих парачейнов и взаимодействий между ними. Единственное, что там минус есть по общению между парачейнами, что они должны вот это открывать между собой каналы очень часто. И это затрудняет, например, и листинги на DEX, на то же самое Kali и так далее. Но они хотят все вот эти токены вывести тоже на отдельный стейт-майн-чейн и там запустить именно вот этот, скажем, DEX, который будет, в принципе, иметь... Ну, там не нужно будет уже проблемы с открытием канала для того, чтобы именно экономическое взаимодействие было между чейнами. И тоже еще вдобавок не стоит забывать, что это полкодот только первой версии. 2.0 полкодот, он подразумевает вторичные реле-чейны, что позволит ему там просто бесконечно масштабироваться. И тоже сейчас Говенвуд после одного из последних интервью говорил, что изначально у нас задача была иметь возможность, пропускная способность, чтобы она поддерживала 100 парачейнов. Но по факту мы дошли до такого уровня, что сейчас мы можем хостить в районе там 250-300 парачейнов. А в дальнейшем эта цифра может увеличиться тоже. И плюс ко всему к этому еще добавить вторичные реле-чейны, но это тоже будет, наверное, через года 3-4. Спасибо. Спасибо. Еще один момент по поводу космоса. Ну, вообще, наверное, больше космосу. Мы, как люди, которые ставим ноды, достаточно долго всем этим делом занимаемся с командой, у нас мы, как сказать, заметили одну очень неприятную, неприятный момент. Это то, что в космосе в большей степени валидаторы набирают 90-80-90% одних и тех же людей. То есть там попасть в сет валидаторов, которым делегируют от команды, ну, от слова, я не знаю, это счастливый билетик. Хотя люди есть технические, с хорошими гитхабами, с разработками. То есть люди понимают, что нужно делать и как можно помочь проекту попасть практически нереально. Это вопрос, наверное, больше какой-то децентрализации. И, ну, у нас было подозрение вообще, что там в каком-то сговоре вся эта история. Потому что мы отслеживали кошельки валиков, которые просто лупят в стакан. То есть они, ну, никаким образом не поддерживают сеть, ну, не поддерживают цену, не поддерживают интерес какой-то к проекту. То есть мы выбирали порядка 20 валиков, которые получают реварды сразу же в стакан и все. Ну, то есть это как-то не очень приятно, как минимум. Что вы думаете по этому поводу, касаемо именно космоса? Слушай, ну, тут можно сказать, что у того же космоса, у них же валидаторами становится топ. 100 ведущих стейкеров, да, могут стать узлами валидации. То есть получается, у кого больше токенов, то ты прав. Я говорю про проекты, которые строятся на космосе. То есть мы берем, ну, там примерно реально вот открываешь космос хаб и просто смотришь, выбираешь любой проект, там будут первые там 50-100 валиков, которые мы получили делегацию от команды, это одни и те же люди. И то есть, ну, мы там в свое время с Эмзондером на эту тему общались. Как бы он говорит, ну, вот как бы так. Понятное дело, что он не раскрывает каких-то там очевидных секретов, но как бы он в этот Еммас, он сказал, ребят, даже не суйте, никто вас туда не возьмет. Слушай, ну, это пост, возьмем дальше в кавычках, с человеческим лицом. Ну, то есть у кого больше, тот и прав. Ну, вот в этом плане полокодот, на мой взгляд, выглядит гораздо симпатичнее и, ну, приятнее просто. Вот, ну, как минимум здесь ты хоть чувствуешь какую-то, хоть какую-то децентрализацию и нормальное отношение к людям, которые пытаются что-то помочь, что-то сделать. Ну, в космосе это прям вызывает отторжение. Особенно последние, там, полгода работы с космосом, ну, это просто. У меня прям фу. А сейчас они выпускают от космос 2.0, где давайте у нас будет свой сет валидаторов, и мы будем всем, вот, всем пихать свой сет валидаторов. Ну, че за это? Как это так? Ну, слушай, там есть смысл для чего. Там все вместе, если у тебя то, что рассказывал Виктор, если у тебя вот это интерчейн-секьюрити плюс, если у тебя, ну, скеджулер, по сути, управление, это, по сути, да, то, что рынок MEF, ну, по сути, выглядит так. То, что нельзя победить, надо возглавить. Ну, то есть, MEF есть, есть, бороться с ним толком не можем, не можем. Давайте придумаем модель, как мы этот MEF будем регулировать, рационализировать, как они его назвали. Вот, соответственно, ну, им нужно поднимать DeFi, им нужно поднимать ценность токена Atom. Они решают свои проблемы. Да, безопасность есть, но если ты за всем за этим посмотришь, что стоит в итоге, в конечном итоге, нужно увеличивать доходность. Атома, его привлекательности, выгоды, там технологии, конечно, можно сказать, ради технологии, но те, кто туда инвестирует, они не ради технологии туда пришли. Технологии важны, безусловно, без них ничего не будет. Но там, как бы, есть одни, кто за технологией, другие, кто хотят увеличить ценность, да, там, DeFi, чтобы пришел, чтобы там было не миллиард, а там 50 миллиардов DeFi, да, тогда Atom вообще может убежать в космос, цена, потому что он будет всем нужен. Ну, и так далее, и так далее. То же самое про валидаторов. В общем, такая длинная история тоже. Почему они это делают? Ну, и видишь, сообщество риджекнуло это, и на это тоже есть причина, потому что сообщество посчитало, что их обманывают. В каком плане обманывают? Они обманывают их в том, что вы хотите увеличить инфляцию, но при этом вы не хотите пропорционально той инфляции, ну, то есть вы увеличиваете инфляцию, вы хотите закинуть это в казну, но мы, как владельцы токенов, вы нам пропорционально не хотите увеличить на долю этой инфляции, ну, то есть на процент этой инфляции. И об этом очень часто писали, что пользователи посчитали, что, по сути, увеличение казны происходит за их счет. Просто это не выглядит прямым образом. Это просто выглядит красиво через красивые слова. А, по сути, кто-то хочет создать казну для определенных целей, для этого аллокатора, чтобы участвовать, заходить деньгами в проект, и все так. Но при этом своим пользователям они компенсировать не хотят. Ну, в общем, как я говорю, это большая такая отдельная история про то, что за этим стоит. Поэтому это все риджиктный. Буду, скорее всего, протаскивать по частям. Ну, я бы так на месте делал, если бы сообщество их послало. Хороший пример касательно валидаторов Дайвсего-то картеля – взять фонд «Парадайм». Он один из крупнейших инвесторов вообще в Атом. Один из крупнейших валидаторов там. Плюс ко всему, он один из крупнейших лидирующих инвесторов в DYDX. И угадайте, где DYDX собирается пилить свой аптчейн? На космосе. Я не думаю, что их привлекла именно технология. Я думаю, что это сугубо с точки зрения ключевых инвесторов. Потому что они работали на разрабатывание Старквера. Я не думаю, что там какие-то большие проблемы, чтобы играть в космос. Ты знаешь, Денис, я какое-то время назад писал статью, которая говорящая название «Парадигм и манипулятор». Это известно, и понятно. Только не Денис, и Виктор. А мне ссылочку на статью, я с удовольствием почитаю. А, Виктор, да, извиняюсь. Вот, соответственно, да. Да, пришлю. Соответственно, вот это там очень хорошо рассказано, кто такие парадигмы, откуда эти ребятки. Это вообще такие из элиты вышли, как они с вузами связались, как они очень удачно, случайно купили, зашли на все деньги вузов, зашли в биток по 3500. Ну, чисто случайно. Ну, в общем, там хорошо показана и даже роль Герри Генслера, незабвенного, который тоже был отчасти в этой схеме, и почему он стал председателем СЕК. 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 Субтитры подогнал «Симон»